Приветствую вас. Разрешите мне дать вам ответ с профессиональной точки зрения, с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот, я надеюсь, что вы к моему ответу прислушаетесь. Первое. Ну, понимаете, вам, если вы хотите найти специалиста в своем городе, то вам не нужно писать здесь на сайте об этом, потому что на сайте здесь люди, как правило, не работают в реальных кабинетах и в реальных городах. Включение, конечно, есть, но вы сами согласитесь, если у человека есть реальный кабинет, да, если человек может и хочет работать лично, то он, ну, скорее всего, не будет работать на сайте. Вот. То есть тут противоречие возникает, на мой взгляд, достаточно такое серьезное противоречие, вот, и мне кажется, что вам его... Это противоречие нужно для начала, да, для себя понять, вот, то есть постарайтесь увидеть то, о чем я говорю сейчас. Вот. Это первое. Второе. То, о чем вы пишете, да, то есть вот вы описываете свои проблемы, то, что вас волнует, это предмет ни одной и ни двух, к сожалению, и даже ни трех консультаций. Консультаций. Это предмет длительной терапии. И я понимаю, что вам, может быть, будет это неприятно слышать, вот. Но, если, 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 если вы, скажем так, в реальной жизни, да, придете на прием к психологу, вот, то, скорее всего, вот, у вас будет та же самая история, что и на дистанционной консультации, потому что, на мой взгляд, вот именно, на мой взгляд, вы не нацелены сейчас на работу, ну, просто вот, вы не нацелены на работу, вы не нацелены на конкретные перемены в себе. Вот. То есть тот факт, что вы говорите, значит, эээ, значит, так, это не работал с собой, это более глубинно, и тут я сама не могу изменить, даже при понимании, что что-то не так. Знаете, вы ждете быстрого результата, то есть вы хотите быстрого результата, это так не работает. То есть, и на глубину погружения происходит постепенно, это не тот процесс, который можно реализовать в одночасье. Понимаете? Вот. Это такой момент. И еще один важный момент. Вы сами себе поставили диагноз, получается, ну, то, что вы говорите вот, что вам нужно что-то более глубинное. Вам нужно не что-то более глубинное, вам нужно что-то постоянное, что-то стабильное. Для этого нужно уважать и, как бы это сказать, принимать авторитет и личность психолога, если вы к нему обращаетесь. За помощью. Вот. А когда вы несколько сеансов провели и думаете, что результата нет, и ищете другого специалиста, это, к сожалению, не тот путь, который вас куда-либо приведет, даже при личном контакте. Понимаете? Вот. Опять же, я здесь исхожу из своего опыта. Вот. Потому что люди, если они, ну, действительно готовы работать, если они действительно готовы меняться, если они действительно хотят меняться, вот. Что абсолютно неважно, где это происходит. То есть человеку просто дай средства, и он будет это делать. Вот. Исходя из того, что вы написали, я уже могу заключить, что вы считаете себя, ну, в некоторой степени вы считаете себя особенной, вы считаете себя излишне особенной, слишком особенной. Полагаю, что вам нужны особой методы. Но ведь вы поймите, что здесь, на сайте, люди собрались не просто так, что мы специалисты, что мы работаем, и что эта работа, она имеет результат. Вот. Так что, я не знаю, как вы работали, с кем вы работали. Может быть, вам не подходит психолог, с которым вы работали. Такое, в принципе, бывает, может быть. Вот. Но, опять же, как показывает моя практика, что на сайте люди более добросовестно выполняют свою работу, нежели чем где-то в кабинете. Потому что, ну, в кабинете меньше ответственность, меньше ответственность. Вот. То есть, мне кажется, что здесь вы используете сейчас механизмы защиты. Вот. Вы используете, используете рационализацию для того, чтобы не меняться. Вот. То есть, фактически, да, вы, возможно, даже и не хотите, не хотите реально что-то делать. Вот именно реально, возможно, вы даже меняться не хотите. Вот. Ну, конечно, 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 это не точно. Конечно, это нужно еще исследовать. Вот. Но, опять же, по опыту, да, я могу сказать, что это происходит обычно именно так. По опыту. Прямо. Вот. То есть, основной момент какой? Что если у вас все остается просто в разговоре, да, то... Это блок. Это механизм защиты. Это психологическая игра, которую вы используете. Ну, для той или иной цели, да, тут особо не важно. Но нужно понимать, что эта же психологическая игра у вас будет и в реальной жизни тоже. Только напротив, туда еще будет начнут примешиваться завышенные ожидания, к примеру, от работы в реальной жизни с психологом. Вот. То есть, если здесь у вас более-менее такое чистое и незамутненное восприятие происходит, то там уже будут завышенные ожидания. Что ни в коем случае не поспособствует тому, что вы будете работать лучше. Вот. Поэтому, мое мнение здесь, мой взгляд профессиональный на эту ситуацию заключается в том, что вам необходимо посмотреть, поисследовать то, какие механизмы защиты у вас есть, почему все остается только в разговорах. Вот. И не испишите. То есть, если вы ограничены в финансах, к примеру, то вам нужно не психолога искать в таком случае, а вам нужно обращаться в психологический центр, там вам помогут бесплатно. Вот. Но бесплатная помощь, это, как бы, ну, бесплатная помощь имеет свои особенности. Индивидуальные. То есть, кому-то она подходит, кому-то нет. Вот и все. Понимаете, какая история. Так что, не нужно себе ставить диагнозов самостоятельно, да. Это никому, как бы, лучше не становится. Не нужно, чтобы ставить диагнозов. И не нужно самой решать, что и как вам нужно. Да. Не нужно этого делать. Вот. Если обращайтесь к специалисту, доверьтесь ему. Именно, именно доверьтесь специалисту. Специалисты, он, как бы, знает, что делает. Вот. Другое дело, если вы не можете довериться специалисту, если вы не доверяете, если вы сомневаетесь, то уже на эту тему можно отдельно разговаривать. Но то, что вы описываете, вот вы говорите, самооценка, зависимость, самопознание, травмы, страхи. Вот. То, что вы описываете, говорит о том, что вы очень закрыты. Вы очень закрыты от людей. Вы никого не впускаете в себя. Вы боитесь близости. Вы боитесь сближения. Вы боитесь того, что вам больно сделают. И если вас вот просто для начала, для начала, да, хотя бы, там, к примеру, к себе не расположить, да, вот просто, то никакая работа не принесет результат. Никакая, абсолютно. Вот. Ну, потому что вы будете защищаться. А в реальной жизни, да, то есть, как бы, ну, в кабинете, там нужно будет, а, больше средств, это да, вот, очень сильно дорожить. Вот. Ну, подобного рода, а, работа. Потому что, а, там, еще идет, а, на обслуживание. Так что, подумайте, то, что вам не подошел психолог, да, то, что вам не подошел специалист, это, конечно, печально, но это ни в коем случае не повод для того, чтобы думать, что все специалисты такие или что. А, что все зависит только от психолога. Что есть, а, вот вы говорите, что это не минус психолога, это вот, а, как бы мне это не подходит. Это, а, рационализация. Вот. Подходит все. Просто, вы сопротивляетесь. И вы, на самом деле, будете сопротивляться и дальше. Вот. Так что, если вам нужна реальная работа. Реальная работа, если вам нужна. То не важно, где она будет проводиться. Не важно, где. Главное, это адекватно ее воспринимать. Вот. И быть ориентированы на процесс, а не на результат. Потому что, вы жили, вы жили, с эм, своими проблемами. Вот. Достаточно долго. И, понятно, что сразу от этого избавиться будет сложно. Очень сложно. Вот. Но, реально. Все это реально будет. Эм, все это реально делать. Главное, главное, что бы вы хотели. Вот и все. И, предоставьте психологу, да, самому решать, что для вас нужно. То есть, вы не, вы не специалист. В этом. Знаете, какая история. Вот. То есть, предоставьте именно психологу самому. Определять, как с вами работать. Вот. Если вы считаете, что, о, психолог, к примеру, не справляет. Да. Допустим. Или вы не видите результат, там, после полугода работы, к примеру. Вот. То, вы можете, в таком случае, уже, да, задуматься о смене, смене специалиста. Вот. Ну, опять же, зависит от школы. И от направления работы психолога. То есть, какие-то методы требуют больше времени. Какие-то методы требуют меньше времени. В каких-то, в каких-то методах, ну, больше зависит от клиента. В каких-то, больше, в каких-то методах, меньше зависит от клиента. Да. К примеру, психоаналии, там, практически все зависит только от клиента. И психотерапевт никак не участвует в процессе. Вот. Понимаете? Дальше. Что касается, собственно, проблем и результатов, да. Ну, во-первых, ориентирование на результат уже есть само по себе проблема. Потому что результат всегда моделируется. То есть, вы ожидаете какого-то результата, вы хотите какого-то результата, ну, ждете какого-то результата. Вот. При этом, вы далеко не всегда можете знать, вы далеко не всегда можете отдавать себе отсчет в том конкретном. С чем этот результат будет для вас? То есть, каким он будет? Вот. Далеко не всегда вы, ну, можете это реально предвосхищать. Вот. Поэтому очень важно именно на результат в психотерапии не ориентироваться. Да. А важно ориентироваться именно на процесс. Потому что процесс – это и есть цель. Да? Вот. Вы говорите о таких вещах, как самопознание, да, самопознание и принятие. Это длительный процесс. Это процесс ни одного, как бы ни одного сеанса и даже не двух сеансов. И это именно процесс. Это не результат. Потому что никто не знает, и вы не можете знать, как вы примете то, что, к примеру, не принимаете сейчас. Никто не знает, как вы, ну, допустим, увидите, как вы реализуете, как вы интерпретируете то, что вам, к примеру, ну, придет. Вот. Этого никто не может знать. И вы не можете, и вы не, и вы не можете этого знать. Ну, вы не сможете, вы не можете знать наперед, как это все будет. Понимаете? Вот. А результат, которого вы ждете попасть, он вам, как раз таки, ими, и мешает. Вот. Ожидание результата вам мешает. Поэтому здесь, по существу, вы сами себе вредите. Да? Надеюсь, это, ну, надеюсь, это понятно. Что вы сами себе вредите. А, то, что касается самооценки. Здесь история, а, следующая. Что касается самооценки. А, значит, самооценка, изначально, изначально у любого человека самооценка хорошая. Вот. Изначально у любого человека самооценка прекрасна. Вот. Ну, а потом она меняется в под, скажем так, давлением других людей. Вот. И вам нужно отследить, где вы сами о себе думаете. Где вы, ну, используете реальные какие-то моменты. А где уже думают за вас, к примеру, другие люди. Вот. То есть, проблема с самооценкой, она возникает именно поэтому. Проблема с самооценкой возникает именно по той простой причине, что человек перестает думать сам своей головой. А начинает, как бы, опираться, там, на мнение, ну, других людей, к примеру. Вот. Ну, потому что его так, значит, его так приучили, да, его так научили и так далее. Вот и все. Но мы, 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 мы можем это поменять. Мы можем это изменить. Понимаете, мы можем это изменить. Главное, опять же, именно работать над собой. Вот. Вот, на мой взгляд, тот, ну, тот ключевой момент, да, который вам нужно для себя уяснить. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Дальше. Что касается семейных расстановок, здесь я, честно говоря, не очень понял, что вы имеете в виду. Вот. Да. То есть, есть расстановки, там, к примеру, по Хеллингеру. Вот. Но имеете ли вы то же самое, не совсем понятно. Вот. То есть чувствуется, у вас уже много информации, чувствуется, что, чувствуется, что, вы много всего читали, но вам это все на самом деле мешает. Вот. Зависимость. Это потребность и желание. Самопознание. Это, соответственно, как вы и написали, да, это принятие. То есть, вот, возможность, невозможность, ну, принятие себя. Принятие себя, как вы есть, и, может быть, даже, может быть, даже лучше. Может быть, даже лучше. Ну, это уже, там, от, ну, от ситуации зависит. Дальше. Травмы. Да, это психологическое переживание. Страхи. Это инверсивное желание. Инверсивное желание. То есть, запрещенное, ну, запрещенное желание, по сути. То есть, любой страх, это запрещенное желание. Мы чего-то хотим, но мы себе, там, к примеру, по ряду причин, да, этого, ну, не позволяют. Вот. Почему не позволяем? Потому что нам, ну, к примеру, внушились что-то, что-то страшное, что-то, что-то ужасное, что-то, что-то вообще, такое, прям, опасное, временное и так далее. Вот. Но нам этого хочется. Вот, что нужно понимать, да, что нам этого хочется, мы в этом нуждаемся. И, если мы в этом нуждаемся, то лучшее, что мы можем сделать, это, собственно, увидеть все в этом, страшного, ничего нет. То есть, человек, человек по своей природе не может, не может хотеть того, что ему вредит. Вот. Ну, тогда он может прислушиваться, там, к, ну, ко мнению, да, людей и из-за этого страдать. Вот. Вот. Вот, в принципе, что, то, то, что можно вам ответить, что-то можно вам сказать. Вот. Надеюсь, что мой ответ поможет вам немножко, хотя бы, понять направление, куда вам надо двигаться и выбрать себе психолога и до доступной цене, да, то есть без приплат, без всего поработать. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.